Билли, это ты? Нет, это я. Чего смотришь? Я лутнулся в рейде с Овергир. Овергир это торговая платформа для геймеров, на которой можно купить и продать игровое золото, рейды, прокачку и вообще любые услуги. А если вы не нашли, что искали, создайте свой заказ и выставите на аукцион. Устанавливайте свои цены и выбирайте выгодные предложения. Переходите по ссылке в описании. Приветствую всех, друзья, с вами Лунный Монах. В этом видео я хочу сделать пробежку по новому подземелью Толдогор, показать вам все его прелести и сразиться с боссами. Желаю вам приятного просмотра. Этот остров-тюрьма вне пределов Барала изначально предназначался для содержания безжалостных пиратов и преступников, но под влиянием зловещей присциллы Ашвейн все изменилось. Начинаем мы свой путь с подступов к тюрьме, и как-то так получилось, что нас сразу встречает первый босс Королева Песков. Ничего особенного в бою с ней не происходит. Она создает кучки с песком, периодически закапывается под землю, затем выползает под рандомным игроком. В этот момент нужно держать рейндж, и также она призывает песчаную бурю. Мы ее благополучно завалили. Далее, в самых лучших традициях Блэк Тэмплов или Черепашек Ниндзя, мы начинаем свое проникновение с канализации. Нам там будут мешать аллигаторы, крабы и, конечно же, тараканы. Собравшись через зловонные нечистоты, мы оказываемся на нижнем ярусе тюрьмы. Примечательно то, что в этой тюрьме находится достаточно много различных NPC, включая и новые модельки. Среди них толстые мужчины и женщины Култироса. Вульпера, Таурены, Ящеры из Пандарии, Дворфы. И вот мы уже подобрались к Воргену, следующему боссу. Джесс Хаулис. Достаточно интересный босс, который на переходной фазе убегает от нас и по пути открывает все клетки с заключенными. И заключенные почему-то нападают на нас, а не на него. Ведь не мы их посадили за решетку. Тем не менее, мы справились с этим боссом. Идем дальше. Дальше мы поднимаемся все выше. И мне очень понравилась стилистика данного инстанция. Чем-то даже напоминает тюрьму из Фейбл. Ну, вы ведь играли в Фейбл, да? Вы ведь проходили задания в этой тюрьме, там еще такой монстр был с несколькими головами. Нет? Окей. В инстанции все так выдержано, прорисована атмосферка десяти из десяти. Култерасцы, знаете, я за вас. Мне нравится ваша стилистика. На верхнем ярусе придумана какая-то система с пушками, которая так и осталась для меня загадкой. Ну, потому что я в них не садился. Очень классно, что Близзы продумывают жизнь не только внутри инстанции, но и снаружи. Они заселяют прилегающие территории тематическими NPC. Может быть, к ним даже можно как-то спуститься и сделать какую-нибудь ачивку. Но я, конечно же, не пробовал. Следующее сражение с боссом проходит в вооруженной Эшвейнов. Поправьте ударение, если не так. Нам нужно победить рыцарь капитана Валири. Бой интересный, чем-то напомнил мне Чернорука. Босс раскидывает по площадке бочки с порохом и создает огненные круги. Если вовремя не вынести бочку, она взорвется в определенном радиусе. И вы выбираете, либо бегать, либо выносить бочки. Радиус взрыва бочки намного больше радиуса огненного круга. Так что тут главное не зажаться в угол. После ее убийства мы поднимаемся на самый верх и вступаем в битву с последним боссом, надзирателем Корги. Не знаю, почему его так назвали, возможно, в прошлом он сторожил собак. По моему мнению, все NPC в этом боссе... Каком б... По моему мнению, способности босса дорестов... По моему мнению, способности босса дорисованы еще не до конца, поэтому, пожалуй, я не буду их описывать, а то мало ли что лишнего наговорю. Трудностей в его убийстве не возникло. Для меня также осталась неясна история проникновения в этот инстанс и зачем вообще я тут нахожусь. Ну и, конечно же, мне не хватало озвучки боссов. Знаете, что озвучка боссов и NPC это 50% успешности контента, так что я был немного оторван от происходящего. Но, тем не менее, это все же альфа. Надеюсь, вам понравилось путешествие по острову-тюрьме Толдогору. И если это так, то поставьте лайк, колокольчик обязательно. Как же без него вы будете отслеживать новые видео. Ну и подписывайтесь, впереди нас ждет много неизвестности. А с вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро.